здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте друзья здравствуйте господа хотя насчет господ я сильно сомневаюсь я никогда не считал себя господином и среди моих друзей нет господ практически ни одного откуда взялось это обращение я даже не могу себе представить это в период сумасшествия какого-то после очередной революции у нас их много в россии после одной из них стали обращаться друг другу господа даже по телевизору ведущие иногда так обращаются ну да бог с ним в общем здравствуйте короче говоря я вас благодарю за все за то что вы смотрите вот это вот вот это вот это вот это за то что вы пишете комментарии которые я сюда всем читаю и погружаюсь в изучение всего на свете всего того что написано в комментариях иногда отвечаю даже на них и иногда если мы совпадаем то достаю из полки пластинку которую кто-то из комментирующих попросил показать это случается довольно часто потому что пластинка у меня много вот это я не хвастаюсь это так к слову вот ну и конечно за то что материально поддержите канал это тоже приятно это очень радует ну а сегодня я наконец-то добрался до пластинки которую как принято говорить взял бы с собой на необитаемый остров у меня столько пластинок которые я взял бы с собой на необитаемый остров что я не знаю на чем бы я туда плыл на этот остров или летел за багаж пришлось платить бы больше чем стоят все эти пластинки вместе взятые ну тем не менее к тагу магу 1971 год если я не ошибаюсь по моему записано в 71 году да наверно ну наверно да я уже несколько лет не обращаю внимание на дату выхода альбомов потому что музыка и время для меня не но они не связаны и мой личный опыт показывает что чем разницы большой нет пластинка вышла в пятидесятые годы или в десятые прошлого века или в десятые годы нашего века текущего хотя конечно хотя разговоров про золотой век я начитался в комментариях достаточно много и все склоняются к тому что золотой век это что-то такое середина 70 середина 60 до середины 70 в ответ я могу сказать что золотой век это пятидесятые годы на самом деле самый вот золотой век это рассвет джаза рассвет написание песен рассвет качество в исполнение это такой набор невероятных мелодий которые до сих пор просто поражают воображение и мы доберемся до 50-х годов обязательно но сейчас вот эта пластинка чем хороша эта пластинка для меня группа can вообще в принципе в целом и в частности этот альбом значит когда я слушаю этот альбом когда вы слушаете этот альбом когда мы слушаем этот альбом то начинает казаться в какой-то момент времени что все так называемые рок-группы вообще все играют в принципе одно и то же это одно и то же мы любим нам это нравится это одно и то же имеют разные сказать формы разные градации но в целом вот это вот все это все одно и то же вот один такой замкнутый мирок с такими довольно стандартными последовательностями аккордов с стандартным построением песен в общем то с музыкальным оформлением с аранжировками тоже примерно все в общем где-то так около этого самого и чем группа популярнее тем она больше одно и то же делает это первое второе когда я слушаю группу к н когда мы слушаем группу к н когда вы слушаете группу к н кажется что из затклого какого-то помещения пускай мы даже очень хорошие и нужно типы библиотеки там или дискотеки или театра мы вдруг выходим на свежий воздух вот так вот просто ох как ах как можно дышать хорошо какое пространство как 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 все как все спокойно и как всего много и как все здорово замечательно еще когда мы слушаем группу к н когда вы слушаете группу к н когда я слушаю группу к н а именно эту пластинку тага мага кажется что вдруг у нас открылись глаза у меня открылись глаза и я увидел столько вокруг себя сколько до прослушивания этой пластинки не видел и мне казалось что этого и нет вообще в природе никогда и не быть не может я даже об этом не думал а здесь вдруг раз и какие-то новые не побоюсь банальности миры вселенные открываются новые горизонты сияют золотые небеса и тучи наползают на эти золотые небеса тучи бриллиантовые я не галлюцинирую это это так так происходит сознание да ну в общем музыка конечно она демонстрирует то что музыка безгранична и вот этот формат рок-группы он ну он такой да вот как я сказал одно и то же мы любим это одно и то же я подчеркну я тоже люблю вот это все но оказывается можно совершенно по-другому мыслить совершенно по-другому играть и в том же самом физический формате рок-группы то есть гитара бас клавиши ударные вокалист до можно делать невероятные вещи никто и представить себе не мог что можно так играть и так сочинять ну немцы пытались уйти в принципе от англоязычной музыки от англо-американского рок-н-ролла и сыграть свой немецкий рок-н-ролл у большинства это не получилось потому что играли все равно тот же самый англо-американский рок-н-ролл только на немецком языке пели но несколько коллективов и на первом месте там среди них к н конечно они так далеко ушли от англо-американского рока что как будто люди из другой вселенной из другого мира прилетели это очень здорово и не надо этого бояться потому что конечно многие впервые послушают басилку сказать что это какой-то хаос когда билибердак это примитивное исполнение несмотря на то что музыканты здесь высочайшего класса с классическим образованием так на минуточку если кто любит хотя одному взгляд это не не играет роли никакой вообще то есть все все играют умеют и играют очень здорово невероятно как их здесь играют барабаны как играет барабанщик как здесь играет гитарист в мишель короле барабанщик жака лебезайт бас-гитарист как здесь работает невероятно как поет дама сузуки это умалишиться можно просто к разговору о вокале у кого какой вокал и музыка я не знаю даже как сказать paper house первая вещь одна из моих любимейших их много любимейших песен у меня на paper house я просто обожаю и она формально вроде бы похоже на вот это все на рок-музыку но ощущение такое что это другая песня что это другое что это так не так не играют люди и гитарка вроде бы пи 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 такая да хотя она обработана все все очень выстроена по звуку но кажется такая что какая-то дешевая гитарка гдр-овская там пи 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 что такое вот те кто учились в школе в 70-е годы прошлого века наигрались на таких гитарах там чешских всяких гдр-овских музеем а там вот эти все ну нет нет конечно нет но ощущение такое что на чуть чуть какой-то трень брень это да и барабаны и какая-то мелодия заунывная а потом вдруг через там буквально там два-три такта слушаешь и ничего заунывного и сыграно очень здорово и чисто и круто и вот это гитарист да гитарист настоящий кто там у специалист в интернете оцените как играет здесь гитарист группе к на посмеемся вместе глядячи на эти анализы и такой галлюциногенный сразу в хорошем смысле слова материал и темп увеличивается и барабаны играют громче и все так наполняется энергией просто дышит на тебя потом раз и матч ром следующая песня после такой чуть-чуть пасторальный хотя и достаточно злобной песни папа хаос матч ром агрессивная и страшная даже страшное такое полотно и беспрерывный ритм беспрерывно все качает вообще пластинка она вся настолько на ритме настолько на барабанах на бас-гитаре настолько она не хочется даже говорить это позорное слово драйвовое которое пришло из традиционной рок-музыки да драйвовое драйвовое это не драйвовое это просто очень хороший ритм настоящий чистый очищенный от этой вот пошлости драйв там драйв ритм сам по себе слово ритм оно его достаточно не надо его припорошивать там специями какими-то драйв кач это все оставьте для юрай хип и для там для deep apple при всем уважении о е следующая песня обратная запись пошла причем непонятно прямая запись или обратная после страшного взрыва какого-то и пошел вот этот обратный процесс какой-то мы во времени перед двигаемся назад как сказал один писатель правда про русских про русских людей русский мужик живет интересно он может жить в двух направлениях туда и обратно вот эта песня она тоже звучит и туда и обратно и мы теряемся во времени она такая она как бы с одной стороны и ритмичная с другой стороны какая-то такая трансовая психоделическая если угодно можно и так сказать и и как-то в ней плывешь 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 уплываешь потом темп убыстряется и начинаешь уже скакать лошадки вперед и прискакиваешь замечательного номера под названием аллилуйя который звучит 18 минут 32 секунды и звучит исключительно на одном басовом рифе и барабанном рисунке и вот эти барабаны молотят 18 с половиной минут и очень интересно все происходит замечательное гитарное соло куча звуков разных выплывают плывают гаснет и меняется все переливается но не переливается так красивенько как там у каких-нибудь там electric light orchestra там где переливается там что-то такое мы сделаем вам красивую музыку сядьте на диван будет сейчас красиво как филармонии только лучше только проще для вас поскольку вы не врубаетесь в филармонические дела мы сыграем просто но будет похоже на как будто это сложно а здесь ничего такого красивого нет здесь настоящая живая музыка непривычная непохожая ни на что и и вот этот барабанный рисунок меняется меняется он не железно не забит не превращен в сэмпл он меняется все время но остается неизменным но после этого кайфа 17 половина минут песня чудеса вокала в нижнем регистре такие нечеловеческие звуки даму сузуки из себя извлекает и все это в реверберации все это обработано все это с инструментами с барабанами с басом с клавишами с гитарой и это какой-то неземной какой-то голос голос земли голос оттуда из черной пустыни причем не из не из самой пустыни а то что под пустыней там где-то находится это выплывает ядерным грибом грибом вот это вот голос даму сузуки такой вот ну и пекин о дальше идет звуки органа вдруг привычного как в рок-н-ролле орган встрепенулся даже откуда что это с чего это вдруг но ничего все все это быстро заканчивается и начинается свободная абсолютно от всех ограничений музыка то же самое продолжается песнях блины кофе эти на 7 минут почти как звучание в искусстве есть вообще одно единственное правило я уже говорил по моему об этом да это железное правило оно одно все это отсутствие всяких правил вот и все я пошел пить пока замечательный альбом группы кан пошел пить вот и Продолжение следует...